У нас есть конечная последовательность. А1, А2 и так далее, АХ в электро. И два числа, М и М, взаимопростые. Мы хотим сделать следующее, чтобы для любых М, подряд идущих членов этой последовательности, выполнялось условие. Их сумма меньше 0. Сумма любых М, подряд. Не прекратите. Сумма. Любых. Любых М, подряд, чисел. Какая должна быть? Меньше 0. Отрицательная. А, любых подряд, идущих М, членов. Да. Вот, может быть, больше, чем М, да. Замечательно. И требуется найти самую длинную такую последовательность. Отличную максимальную, если опять что-то будет существовать. Но сначала заметим, что при Х, равном, М, плюс цена, где-нибудь 1, такой штуки существовать не будет. Андрей, а М и М это какие-то фиксированные? Да, фиксированные числа. Ответ надо дать через М и М. Да. Покажу на примере, там, М равно 4, М равно 7. Упишем вот такую табличку. А4 больше А2, А3, А4, А5, А3, А4, А5, А6, А7. каждые четыре подряд идущих числа выпишем всего у нас получится если мы вот так будем выписывать до тех, пока у нас есть число А, Н, П, С, минус первое то всего у нас таких строчек будет как раз М штук. В каждом столбце должна быть сумма меньше нуля а в каждой строке сумма больше нуля а такого не бывает потому что какая-то эта сумма во всей таблице в каждой строчке сумма положительная в каждом столбце сумма отрицательная такой таблицы не бывает потому что сумма всех чисел не может быть одновременно неположительной и отрицательной отлично, дальше теперь приведем пример на Н плюс Н минус 0 последовательность такой длины удовлетворяющая нашему условию пусть у нас есть вот столько ячеек и будем в них вписывать Х и Й следующим образом давайте опять же для 4 и 7 сделаем то есть что надо вместе значит сколько у нас понадобится? 9, да? да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 запишем сюда Х и дальше будем каждый раз откладывать либо Н, либо М в какую-нибудь сторону например, 1, 2, 3, 4, а число сюда тоже пишем Х ну и так далее делаем до тех пор, пока у нас таких одни закончатся ну где у нас еще будет Х? вот здесь вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 здесь 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 вот прикольно, от каждого числа откладываете? да от каждого Х мы откладываем откладываете по какому правилу? посмотрим, можно ли отложить на М в сторону в одну сторону Н, в другую сторону Н на М в любую и на Н в любую ага а не то, что у вас все числа так будут заполнены не, а вот эти две клетки у нас, кажется, не заполнены ничего себе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 а почему так получилось? ну, конечно, мы и не пишем сейчас объясним, в общем случае, почему так получается ну, действительно, почему так получилось мы просто посмотрим, с какими клетками у нас с какими клетками у нас соединены какие ну, то есть вот это у нас соединено вот с этой и вот с этой в данном случае там это соединено и для конкретного случая, я это же понимаю а в общем случае будет ситуация выглядеть так почти каждая клетка будет соединена ровно с двумя другими пусть у нас выглядит так пусть, ну, давайте мы посчитаем, что Н-Н для определенности есть первое Н-2 клетки, дальше идут 2 разогнем все клетки вот так на 5 кругов мы посмотрим, в каком случае они могут наложиться друг на друга и сколько у нас здесь клеток в результате будет Н- раз, наверное Н, наверное, да? сейчас нет, не так и минус 2 еще вот ну, да в сумме тогда это будет как раз Н плюс Н плюс 2 ну, минус 2 ну, тут, правда, возможна неприятность да когда М и Н отличаются ровно на единицу мы это случайно разберем по сути там то же самое получится тогда заметим, что каждый из вот этих клеток у нас соединено с двумя а именно можно либо на Н в одну сторону либо на Н в другую а на М уже не сдвинешься потому что вот здесь у нас содержится сколько клеток сейчас М минус 2 да М минус 2 да ну, значит на М сдвинуться нельзя даже даже вот отсюда на М сдвинуться нельзя да там, потому что М да вот вот поэтому из каждой из этих клеток можно сдвинуться на Н да не стоит в другую но здесь видно, что можно сдвинуться вот из этой клетки можно сдвинуться на из этих двух клеток можно сдвинуться на Н только в эту сторону из этих двух только в эту сторону а из каждой из этих можно сдвинуться либо на Н в ту же сторону либо на Н в ту сторону ну да Получается такой граф, у которого... Большинство вершин степени 2. Ну да, большинство вершин степени 2, кроме 4, у которых степень 1. Но это означает, что у них к ним две компоненты. Еще раз. Граф, в котором сколько вершин степени 1? 1, 4. 4 вершины степени 1. Это вот те, которые подчеркнуты как двойки, да? Да. Вот эти две вершины, собственно, вот эти конкретные вершины. Да, 4 вершины степени 1. Такой граф, у которой степени всех вершин двойки. Это такая веревочка. У веревочки, по идее, два конца. Правильно? Ну или она превращается в цикл. Ну действительно должно быть минимум две компоненты, да. Ну вот. Значит, у нас вот когда мы так с аксон сделаем, так, другой компонент у нас прийти не больше, значит, какие-то клеточки у нас после этого останутся. Минимум две. Больше можно. Ну, и просто в этой компоненте у нас там могут быть еще какие-то клетки. Ну, у нас есть компонент, содержащий эту, и компонент, содержащий эту. Нет, ну, то есть, да, возможно, просто какой-то цикл, который не будет связан с крайней клеткой. Да, согласен. Да, и еще отдельный случай, когда вот эта штука меньше нуля. Давайте потом. Когда m-n-2 отрицательное, это отдельный случай, это потом. Интереснее, что делать сейчас. Вот, значит, у нас получились, то есть, мы напишем x, и по этому принципу всех остальных клеток напишем y. Да. И тогда у нас получится, что, если мы возьмем любые две клетки на расстоянии, либо m, либо n, то у нас там будут одинаковые буквы стоять. Да. Вот, ну, а теперь что нам нужно сделать? После этого x, y нужно заменить на числа, так, чтобы они удовлетворяли двум неравенствам. Еще раз, y стоят во всех местах, где нет x. Я правильно понял? Да. То есть, сначала вставляем x, а потом во все оставшиеся места пишем y. А теперь, вот если мы возьмем любые, вот первые четыре подряд, идущие члены, то у нас здесь будет, ну, некоторое количество x, допустим, а1, некоторое количество y, то есть, а2, y. Значит, нужно, чтобы это было там больше, ну, да. И заметим, что так как у нас на расстоянии n находятся одинаковые штучки, то если мы сместили их на единицу, у нас будет такое же количество x, такое же количество y. Да. И так будет для всех подряд ведущих n человек. То есть, на самом деле, неравенство будет одно и то же везде. Да. Раньше было много неравенств, и много переменных. А вот теперь букв только x и y, только две. Но зато и неравенство про n осталось одно. А, кстати, и про m мы тоже. Да, и кроме того, ни a1, ни a2 не равно 0. Потому что у нас, вот из этой конструкции видно, что... Видно, где стоит. Что в первых n у нас встретится хотя бы один y, хотя бы один... Загласен. Вот. Дальше. Ну, для m то же самое можно написать. b1x плюс b2y, меньше 0. Да. Это какие-то два неравенства. Да. Эти в сумме дают n, эти в сумме дают m. И всегда можно подобрать такие x и y, чтобы они удовлетворялись неравенствам. Кроме случая, когда... Ну вот, когда a1 относится к d1, так же, как a2 относится к d2. Да, да. Это же неприятная ситуация. Вот. А такого не бывает, если числа m и n взаимно просты? Это правда. Такого не бывает, когда числа m и n взаимно просты. Единственное, надо, чтобы все понимают, как доказывается. Я предлагаю такой способ. Прибавить по единичке к обеим частям этого равенства. Прибавьте, прибавьте. Сразу скажите, очевидно. Зачем? Не, 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 не равенство, а равенство, да. Да, хорошо. Прибавьте по единице. Да. И там, соответственно, да. Понимаете, ради чего я это сделал? Да. Чтобы в числителях возникли бы числа n и m соответственно. Да, да. Все правильно, Андрей? Да, надо же это отношение по-другому записать. У меня a1 плюс a2 равен m, а не соответственно. Да. Ну, да, да, да. Ну, соответственно, запишите человеческое отношение, чтобы в числителях возникли b. Вот так. Это будет b1 плюс b2, да. Так, вот теперь получается, здесь вот n делить на a2, ну, напишите, пожалуйста. n делить на a2 равняется m делить на b2. Ребята, все понимают? Да. Вот, если n и m взаимно просты, то это беда. Потому что получается, что b2 должно делиться на m, а, соответственно, a2 должно делиться на n. Но a2 у нас меньше, чем n. Все помнят, да, что сумма a1 и a2 – это n, а поэтому это натуральные числа. Поэтому... Должно быть, что a2 тогда равно n, а b2 равно n. Такого не бывает. Да. Как 1y у нас встретится. Ну вот. А почему... А эти тогда имеют решение, если вот такое отношение не выполняется. Потому что можно, ну, из первого выразить x через y неравенство. какой-нибудь, типа, x должно быть больше, чем... Сейчас скажу, что минус a2 делить на a1. Там будет b2 делить на b1, а затем будет другой. Ну так, если числа будут различные, этого можно всегда добиться. Ну, это я не очень... Мы просто берем y равно 1, а x зажимаем между... Я понимаю. А вдруг дроби неправильно расположены? Ну тогда минус 1. Берем 1. То есть вы можете играть не только величиной числа x, но и знаком. Ну просто я смотрю, вот модуль какого из двух чисел? b2 делить на b1 больше или a2 делить на a1? Андрей, я это понимаю. Нужно, чтобы все остальные тоже поняли. То есть, еще, смотрите, в чем история. У нас есть неравенство x больше, чем некоторая константа умножить на y. Так, спада, давайте мы просто в координатах поймем, что это такое. x больше, чем сколько-то y. Как это выглядит на координатной плоскости? Полуплоскости. Соответственно, другое неравенство. Это тоже полуплоскость. Пересечение двух полуплоскостей, граница которых проходит через начало координат. Двух открытых полуплоскостей. В каком случае оно пустое? То есть просто граница у них совпадает. Правильно? Если граница не совпадает, то пересечение двух открытых полуплоскостей это открытый угол. За единственным исключением, когда границы совпадают. Так, ну смотрим, что нам осталось сделать, чтобы решить задачу. Во-первых, нужно посмотреть отдельно случай, когда m-n равняется единице. Потому что, заметьте, все остальные, когда m-n равняется двум, это вам уже не страшно. Просто вот этот центральный компонент не будет, ну и бог с ней. А вот когда m-n равно одному, это нужно отдельную картинку нарисовать, да? Вот это мы сейчас сделаем. И еще все-таки ситуация, когда числа не являются взаимопростыми. А, я это и не сделаю. Просто для тех, когда они не являются взаимопростыми, тогда этот ответ неверный. Тогда у меня есть предположение, что верим вот такой, это m-n-0. m-n-1. Оценка там делается точно так же абсолютно. Точно так же это как? Оценка сверху. Оценка сверху. Ну, просто нужно объединить группы по нод m-n. Представьте себе, что у нас будет задача не про числа 4 и 7, а про числа 12 и 21. Я на 3 умножу. Понимаете, да? Вот я беру вот эти числа 4 и 7, умножаю их на 3. Мы берем некую последовательность. Вот пусть придумали последовательность, которая такая. И по 3 числа подряд идущих складываем. Для 4 и 7 ответ какой? Ответ 9. Ответ 9. Ну, в смысле... Наиболее длинное возможное. Это 9. 9. Значит, смотрите. Вот 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот если бы была 10, то было бы противоречие. А теперь представьте себе, что у нас будет последовательность длины 30 или больше. Тогда мы из этих последовательств длины 30 по 3 штуки сложив, получаем последовательность длины 10, которая обязана удовлетворять тому же требованию. Потому что берешь 12 подряд идущих чисел, например, вот 1, 2, 3, вот такие, да? Понятно, да. Вот, и когда их с тройками объединишь, то получишь. Поэтому 10 брать уже нельзя. Однако, смотрите, вот так, по идее, можно. Берешь здесь 3 числа, берешь здесь 3 числа, берешь здесь 3 числа, в каждом месте по 3 числа и еще 2. Подумай, что это будет за ответ. Это будет 3 умножить на 9 плюс 2. Это 29. Так, Андрей говорит, что надо взять в нашем случае 12 плюс 21 минус, но это тройка и минус 1. Интересно, это то же самое или нет? Это то же самое. То есть, во всяком случае, что-то, его идея срабатывает. И что? Оценку сверху мы доказали, да? Да, я понял. Как оценку сверху доказывать, я понял. Дальше? Нет, оценку снизу я не умею делать. В общем, случайно. Не, ну давайте подумаем. Это должно делаться именно каким-то методом размножения. Я предлагаю простую вещь. Если у нас написана последовательность для 4 и 7, взять и каждое ее число дописать 3 раз подряд. Ну и после этого нужно будет дописать еще сколько чисел. Давайте поэксперимитива. Для 4 и 7. Вы нам ее нарисовали, картинку? Вы способны выписать неравенство. Замечательно. Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Так, сколько там? 7, 10. Это что? Так, нужно, чтобы 2y было больше, чем минус 6x. Меньше, чем минус 5x. От минус 18 до минус 15. Какое там четное число есть? Минус 16. Значит, y равняется минус 8, x равняется 3. Отлично. Андрей, поскольку все-таки не все так быстро соображают, пожалуйста, напишите эту последовательность. Просто вот сюда. Да, да, да. Просто чтобы люди проверили. Вот. А дальше надо думать, как из нее можно составить такую вот длину. Почему нельзя просто дублировать три раза? Каждая. Дублировать три раза? Да. А в конец мы что добавим? Интересный вопрос. Давайте подумаем, что такое сумма любых 12 подряд идущих. Вот откладываем здесь 2, чтобы 12 отложить. Что там еще надо? Вот здесь вот еще 9 и 1, да? Нам вот условие такое. Сумма 12 подряд идущих. По идее, значит, вот эти два числа, они должны походить на это, тогда все будет хорошо. Да, но они при этом еще должны другие. Во-во-во, интересно. И сумма еще скольки там? Сумма 21 подряд идущего. Это значит, раз, два, еще 19 штук надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и еще одно здесь. И про 21 это вот такое условие. Если бы у нас случайно так получилось, что вот эти два числа равнялись бы этим двум числам, то все было бы хорошо. Давайте посмотрим. На третьем месте и на шестом там стоит одно и то же или нет? На третьем нет. На третьем стоит разное. Это ужасно. Это ужасно. Для того, чтобы не тратить время попусту, потому что это, что называется, вопрос недоклинарного заседания, да? Дайте их мышление. Давайте сделаем, Андрей, вы способны сказать про случай M-N равно 1, правда же? Да. Я очень хочу, чтобы мы решили эту задачу полностью. Соответственно, все, что мы знаем, сейчас надо, чтобы прозвучало. Если M-N равно 1, то картинка такая, да? Всего 2N минус одно число. Здесь вот есть 3, но опять же, каждая из этих соединена с двумя через M, через M плюс 1. Как раньше было соединено, так и с двумя через M, да. Вот эти, каждый из этих соединено ровно с одним, а именно, можно на M, вот сюда переместить. Значит, каждая из этих? Вот эта соединена с двумя. Да, да, вот эти два, да. Они у нас крайне. Это вообще не с чем мы следим, да? Да, согласен. Ну и все, это значит, здесь можно писать Y, а во всех остальных X. То есть, просто в центре пишем одно число, и оно, собственно говоря, войдет во все суммы. Да, и будет два неравенства. Одно про N, другое про N плюс 1. Так, я понял. На самом деле, тут даже про граф, чтобы говорить, ничего не надо было. То есть, надо было просто сказать, напишем в центре Y, по все остальные места, напишем X. Поняли идея? Вот, и дальше выпишем неравенство, и у нас, собственно, получится конкретные два неравенства. Ну, что можно сказать? Во-первых, видно, что мы за этим очень близки к результату. А во-вторых, видно, что результат мы не доказали, да? То есть, вот, N плюс N минус нот, MN минус 1, это наверняка правильный ответ. Но не в том смысле, что мы его доказали, а в том смысле, что мы знаем, что он является оценкой сверху, и нам нужно просто еще продумать эту конструкцию. Договорились ли это? Все, спасибо большое. Спасибо.